Друзья, всех приветствую на торговой сессии среды. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш YouTube канал Amarkets, оставляйте ваши вопросы в секции с комментариями и, конечно же, не забывайте ставить лайки. Мы продолжаем ожидать ключевой фундаментальный отчет этой недели. Это данные по инфляции, собственно, они будут опубликованы уже завтра. Это американская статистика, которая точно подсветит нам горизонт будущих действий Федрезерва касательно ключевой процентной ставки. От этого уже, соответственно, будет полностью зависеть динамика доллара, а от динамики доллара уже будет зависеть то, что произойдет с другими финансовыми инструментами валютного рынка и не только, скажем, валютного рынка. В общем, это тема номер один. И учитывая то, что завтра мы ожидаем очень серьезную волатильность, не могу не напомнить вам, как важно на финансовых рынках контролировать риски, следить за загрузкой депозитов и, в принципе, соблюдать все правила риск-менеджмента. Сегодня на повестке экономического календаря практически нет ничего. Из тех второстепенных релизов, скажем так, которые есть, я бы, пожалуй, выделил только данные по запасам нефти США в 14.30 по GMT. Это уже официальная статистика от администрации энергетической информации. И, на мой взгляд, есть высокая вероятность того, что мы увидим снова динамику со знаком минус, что может дополнительно поддержать котировки черного золота, в частности бренда, за которым мы следим. Ну, если вам больше интересен WTI, там корреляция практически стопроцентная между этими инструментами. И через тот обзор как бы фундаментальных событий, которые я даю по бренду, можно прикинуть, что должно и может произойти с котировками WTI. Из других отчетов выделить, собственно, больше нечего, поэтому после данных по запасам будем уже непосредственно фокусироваться на завтрашнем релизе по инфляции. Индекс доллара текущей котировки 102.28. Мы видим то, что волатильность начинает понемногу снижаться. Это уже ранее отмечал нормальное поведение трейдеров, не торопиться с открытием новых позиций, когда все прекрасно понимают, что на рынках будет очень жарко и после конкретного фундаментального события финансовые инструменты будут уже на совершенно других уровнях. По отчету по инфляции в США, который мы ждем, конечно же, прежде всего нам нужно будет ориентироваться на базовый индекс потребительских цен, который не учитывает такие волатильные компоненты, как продовольственные товары и цены на энергоносители. Ожидается, что показатель базовой инфляции останется на прежнем уровне. То есть в июле базовая инфляция должна быть зафиксирована на отметке 4,8%, как и в июле. Я думаю, что на самом деле базовая инфляция может немного снизиться до 4,7-4,6%. И если этот прогноз оправдается, то, конечно же, американский регулятор получит убедительный довод, сигнал и мотивацию, скажем так, от статистики для того, чтобы не корректировать больше ключевой процентную ставку, оставить ее на уровне 5,5%, на котором она находится сейчас. Если оценить вероятность изменения ключевой процентной ставки по мнению участников рынка, то на текущий момент она составляет 25%. То есть 25% вероятности того, что Федрезерв пойдет хотя бы на одно повышение ставки до конца этого года. Я не сомневаюсь, что в случае снижения базовой инфляции вероятность корректировки процентной ставки начнет резко стремиться вниз, и в конечном счете мы с вами придем к тому, что на рынке остались только условия для одного, для того, чтобы рассчитывать на долгосрочное снижение курса американского доллара. Однако в конечном счете, если рынок выкинет какой-то сюрприз, и мы, например, увидим рост базового индекса потребительских цен, то в этом случае нам нужно будет скорректировать наше представление о перспективах доллара. Но заранее сейчас говорить о таком сценарии не хочется. То есть если инфляция покажет рост, мы тогда адаптируем наш портфель под конкретную статистику. Сейчас все-таки предлагаю фокусироваться на ожиданиях, которые были озвучены, тем более, что они больше соприкасаются с реальными экономическими условиями. Был вопрос по поводу того, как снижение кредитного рейтинга фич повлияет на американскую экономику, на облигации. Ну, честно говоря, никак. Потому что американские облигации будут по-прежнему пользоваться колоссальным спросом, и ничего с ними не произойдет. Что случится с долларом? Могу отметить, что после снижения кредитного рейтинга, скорее всего, управляющие центральных банков будут несколько быстрее дистанцироваться от доллара, как резервной валюты, и начнут активнее перетряхивать свои портфели. Но вопрос относительно альтернативы. Доллар, он остается открытым, какой инструмент может прийти на смену с точки зрения добавления больших объемов именно в альтернативный валютный актив. Юань, евро. Мне, кстати, очень интересна ваша точка зрения. Друзья, как вы думаете, какая валюта в конечном счете сможет потеснить позиции американского доллара? Ну, в любом случае, думаю, что в ближайшее время это вряд ли произойдет, потому что при всем уважении к евро, к юаню, наверное, ни один инструмент не может дать инвесторам тех качеств, которые сейчас по большей части дают доллар. Это ликвидность, порачиваемость, конвертируемость и проверенность истории. По другим инструментам. Золото — 1929 долларов за тройскую унцию. Индекс настроения по-прежнему указывает на то, что большинство в покупках трежерис держится выше 4%. Вчера делали акцент на два вот этих аргумента и отмечали, что если не изменится настроение и, соответственно, доходность будет выше 4%, о длинных позициях золоту нельзя даже и думать. И действительно, при таком фундаменте я скорее поставлю на снижение золота в районе 1920-1910. Ждем инфляцию, там настроения должны измениться и в случае снижения курса американского доллара золото снова начнет пользоваться спросом и поддержкой. Австралиец против американца 0,6553 текущей котировки. У нас был краткосочный шорт с целью 0,65. Мы вчера этот ориентир сделали, цель достигнута, минимум был 0,6495. Хорошая сделка вышла, учитывая то, что мы попробовали быстро зашортить австралийский доллар после последнего решения Резервного банка Австралии по ставке комментариев Филиппа Лоу и на фоне слабых макроэкономических данных и скидка, которые были опубликованы накануне по торговому балансу. И вот, пожалуйста, хороший результат. Британская валюта доллар-иена без изменений даже не буду комментировать, потому что нам нужны дополнительные фундаментальные триггеры. Локально сейчас их на рынке нет. Ничего не происходит с долларом и, соответственно, нет интересной статистики по британской экономике и Японии. Европейская валюта то же самое. 1,0966 текущие котировки. Но единственное, что можно отметить, вчерашний релиз по инфляции в Германии. Согласно опубликованным данным, инфляция в Германии остается выше 6% на уровне 6,2%. Это в три раза выше, чем целевой ориентир Бундесбанка, да и Европейского Центрального банка. Что подстегивает, конечно же, ожидание того, что Европейский Центральный банк будет вынужден, в отличие от Федрезерва, многократно повышать ключевую ставку. Но не будет евро расти, пока мы не увидим слабости американского доллара. Поэтому евро, доллар в портфель пока также рекомендую мне добавлять. И что касается рынка нефти, вот здесь волатильности хватает. 86 долларов за баррель сейчас. Минимум был вчерашнего дня 83.30 и после этого котировки восстановились почти на 5%. Фон для того, чтобы нефть росла, усилился за вчерашнюю и сегодняшнюю торговую сессию. Саудовская Аравия сообщила о том, что продолжит реализовывать, наращивать меры по поддержанию стабильности на рынке углеводородов. Но мы знаем, что это за меры. Это значит, что Саудовская Аравия, скорее всего, будет и дальше придерживаться вот этого решения по добровольному сокращению на 1 миллион баррелей. И в конечном счете это не может не подстегнуть ралли в среднесрочной перспективе. Данные по инфляции в Китае, которые вышли сегодня утром, рост на 0,2% против прогноза снижения на 0,1%. Рост инфляции это равносильно росту потребительской активности, что может быть небольшим, правда, но все-таки предвестником улучшения экономических условий и вселяет надежду на то, что Китай все же сможет начать более динамично восстанавливаться под конец этого года и создать условия для роста спроса на углеводороды. И что касается ситуации с ценами на нефть и на углеводороды, на топливо в США, там снова ценовой коллапс, цены бьют рекорды. Средний уровень, средняя стоимость примерно 3,89 доллара за колонну, это максимум с октября 2022 года. Что это значит? Это значит то, что властям придется влиять и на эту ситуацию, пытаться остановить дальнейший рост цен, каким образом? Путем продажи стратегических резервов. И это все должно будет привести к тому, что запасы нефти в США начнут значительно снижаться. И вот как раз вот это снижение нам и нужно подловить, потому что в случае снижения запасов по версии администрации энергетической информации, рынок точно получит дополнительный пинок и импульс для восходящей динамики. Друзья, на этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание и хорошей торговой сессии. Всем пока!